Славное Отечество Для чего нужен космос ученым? Понятно, для исследования Вселенной. Для чего нужен военным? Для того, чтобы внимательно следить за тем, что творится на Земле, что нового и опасного приготовил потенциальный противник. Сейчас вы увидите рисунок советского лазерного комплекса в Казахстане, сделанный на основе космической шпионской фотографии. Рисунок приготовлен для печати, как документ, подтверждающий абсолютный вымысел. Русскими недавно был усовершенствован йодный лазер, с помощью которого сбита баллистическая ракета, что продемонстрировало использование лазера в качестве стратегического оружия. Они понимали, если сегодня русские еще не сбивают лазерами ракеты, то завтра обязательно будут. И были недалеки от истины. Работа над боевыми лазерами в СССР шла полным ходом. А началось все необычайно мирно, по-научному, фундаментально. И в Америке, и у нас. Вот здесь, в Фиане, физическом институте Академии наук СССР, в самом конце 40-х годов два молодых физика, Александр Прохоров и Николай Басов, приступили к исследованиям на новом научном направлении – радиоспектроскопии. И очень скоро вышли на интереснейшую задачу, сформулированную Альбертом Эйнштейном еще в 1917 году и обоснованную Полем Дераком в 1927-м в его «Квантовой теории излучения». Решение этой задачи привело к одному из величайших открытий 20-го века. Прохоров, Басов и американец Таунс практически одновременно подтвердили возможность создания квантовых генераторов – лазеров. А первым реализовал эту идею американец Теодор Майман 15 мая 1960 года. В 1964-м за фундаментальные работы, приведшие к созданию лазера, трое отцов-основателей квантовой электроники были удостоены Нобелевской премии по физике. Вот эти исторические кадры – предмет нашей законной гордости. Поздравительная речь короля Швеции заканчивалась словами «Открытие лазера дало в руки исследователей новый замечательный инструмент». Необходимо при этом отметить, что излучение лазера не может причинить никакого вреда, если соблюдать известную осторожность. Миф о смертоносном луче можно поэтому окончательно и бесповоротно опровергнуть. Какая наивность! Он просто не знал, что и у нас, и в США уже началось создание лазерного оружия во главе с олимпийцами-физиками Прохоровым, Басовым и Таунсом. В лазерном оружии с самого начала было что-то иррациональное, почти фантастическое. Недаром идея всепоражающего луча еще сто лет назад начала будоражить умы писателей-фантастов. А для рациональных военных самым впечатляющим фактором была скорость лазерного снаряда. Полет со скоростью света Поэтому в самом начале 60-х годов Министерство обороны СССР и руководство ВПК во главе с Дмитрием Устиновым безоговорочно поддержали идею ученых заняться мощными лазерами боевого применения. Это было невероятно, но очень заманчиво. Академик Прохоров был назначен научным руководителем комплексной программы по созданию лазерного оружия для противовоздушной обороны Омега. Басов возглавил программу Терра по созданию систем лазерного оружия, но уже для противоракетной обороны. Их научный тандем распался. Теперь, возглавляя два разных коллектива, они смогут сделать вдвое больше, решили военные. Так и случилось. У Басова дело шло спора, возможно, еще и потому, что рядом оказался талантливый помощник, будущий академик Олег Николаевич Крохин. Творческая энергия Басова не давала передышки ни ему, ни его окружению. Его мысль летела вперед, не ведая преград. Креативная личность, как иногда говорят, он очень, конечно, много идей рождался в его голове. И не все, конечно, они были пригодны для дальнейшей разработки, но процентов 10, я думаю, из всего, что он предлагал, это было реализовано, это было сделано. Вообще это очень много, поскольку общее количество этих, так сказать, предложений было огромное. Вот о его успехах и проблемах мы и хотим рассказать. Наконец-то позволено сделать видимой Басовскую Терру-3. К началу 70-х годов на полигоне Сары-Шаган в Казахстане началось строительство экспериментального лазерного комплекса. Скоро из московского ЦКБ Геофизика и Ленинградского оптико-механического объединения сюда стали поступать части высокоточного лазерного локатора Л-1. А проектировался он в Москве, на Полянке, в Центральном конструкторском бюро «Луч». Трудно перечислить проблемы, какие пришлось решать создателям этого локатора. Он должен был предельно точно и быстро определять координаты боеголовок. А они летят с немыслимой скоростью 4-5 километров в секунду в окружении ложных целей и фрагментов ракет. Ведь с самого начала было ясно, что задача очень тяжелая. Очень тяжелая. И руководство страны, и Топ-седмитрия Федоровича Устина, понимали, что это есть некое продвижение куда-то, которое, может быть, откроет новые двери, новые возможности. Поэтому не было такой стопроцентной уверенности. Уверенности не было, но был опыт и интуиция. В итоге все получилось. Сложнейшая быстродействующая система, оснащенная оптическими устройствами для формирования и наведения 196-ти лазерных лучей в пространство цели уму непостижима. Общая длина оптического тракта-локатора достигала 70 метров. Ради этого гиганта во многих городах страны было освоено серийное производство новых устройств, технологий и материалов. Пройдет не менее 10 лет, прежде чем локатор покажет надежную работу по спутникам и баллистическим ракетам. Но это будет лишь часть задач. Мало найти боеголовку и вычислить координаты. Надо еще и уничтожить ее мощным лазерным лучом. Основная проблема – как получить энергию, чтобы поразить головную часть баллистической ракеты. Коэффициент преобразования энергии накачки в световой луч был чрезвычайно мал. Максимум – полтора процента. А для поражения боеголовки требовалась гигантская энергия, равная суммарной энергии всех электростанций страны в течение нескольких секунд. Тогда Басовым и Крохиным была выдвинута фантастическая идея использовать в качестве источника питания лазера вспышку атомного взрыва. Возвращение от защиты территорий. Ну, там, на своей территории, конечно, взрывать, где попало, особенно в людях крупных городов, такие вещи нельзя. Поэтому это не очень, конечно, серьезное было предложение, но, во всяком случае, какая-то зацепка была. Дикая, на первый взгляд, идея взрывных лазеров была принята к разработке здесь, в ядерном центре Арзамаса-16. Работы возглавил один из создателей советской атомной бомбы Самуил Борисович Кормер. Это соответствовало его кредо. Твои исследования обязательно должны находиться на мировом уровне. Обязательно нужно получить мировой рекорд, потому что в науке, кроме как мировых рекордов, не существует никаких других рекордов. Ну, и это ему делать удавалось. Это уникальные кадры, сохранившиеся на 8-миллиметровой пленке. Менее чем за три года советским физикам удалось найти нестандартную и относительно простую схему накачки лазера. Отнюдь не за счет энергии атома, слава богу, обошлись без него. В этой лазерной пушке полтонны обычной взрывчатки. В ней были реализованы смелые для лазерной техники решения. И, конечно, в полной мере использован опыт ядерного центра. Это и позволило в конечном итоге получить мегаджоунный лазер. И вообще говоря, открыло путь к возбуждению активных сред лазеров фактически неограниченного объема. Диаметр лазерной пушки был более метра, а длина около 30. Объем рабочей среды составлял 100 кубометров газа, возбуждаемого взрывом в полтонны тротила. Намного опережая саму ударную волну, луч выходил с энергией в миллион джоулей. Это был настоящий прорыв. Стало очевидно, лазер колоссальной мощности и энергии возможен. Практически одновременно с работой Кормера в подмосковном Красноармейске велись испытания взрывных лазеров, создаваемых в ЦКБ «Астрофизика». Подобно арзамасскому циклопу, лазеры астрофизики были многосекционные. Это позволяло наращивать или уменьшать объем активной среды. Вырвавшись из лазера, луч входил в бункер-мишени, где его принимали многочисленные измерительные устройства. Теперь в руках ученых был уникальный инструмент для ответов на многие вопросы. В том числе, самый важный – вопрос прочности. В то время понятий было очень мало. А без знаний лучевой прочности оптических материалов создать нормальную лазерную систему невозможно. Мощность импульса измерялась маятником, который и был целью лазерного луча. Благодаря щедрому финансированию ВПК ученые стремительно шли вперед. Многократно экспериментировали. И в результате менее чем за три года уровень лазерной энергетики вырос примерно в тысячу раз. Если в то время мы вот такой имели ничтожную энергию, то, конечно, иметь энергию в тысячи, миллионы раз больше – это была задача, так сказать, ну, я бы сказал, гигантского масштаба пройти столько порядков по энергии. Но, в общем, это фактически было сделано. Это была грандиозная победа советских физиков. Николай Геннадьевич Басов и многие разработчики мощных лазеров были удостоены государственных наград. Но этот успех оказался неполным. Высокая энергия излучения не давала узконаправленного луча. Он расходился в сто раз больше, чем ожидалось. Идея лазерного ПРО рушилась. Тогда родилась двухкаскадная схема, в которой излучение многих лазеров направлялось в преобразователь второго каскада, который назвали Суматор. Его рабочей средой был жидкий кислород. При испытаниях его заменяли менее опасным азотом. Проект научно-экспериментального лазерного комплекса ТЕРА-3 на полигоне становился реальностью. Все были полны энтузиазма и даже не думали о том, сколько перемен еще придется вносить в их проект. Какие коррективы ожидает буквально каждый узел ТЕРР. Некоторые ученые скептически оценивали перспективы лазерного направления в ПРО, но никто из них не мог конкретно указать на недостатки проекта. Высокий авторитет Басова и Харитона надежно защищал программу ТЕРР. А военные хотели убедиться, реально ли создать лазерный комплекс ПРО. Если это нереально у нас, значит невозможно и у противника. Мы должны проверить. Из разных городов страны на полигон стали поступать отдельные части взрывных лазеров. По мощности и уровню энергии мы шли тогда на 10 лет впереди американцев. И это, конечно, их не радовало. От надоедливых спутников-шпионов на полигоне стали закрываться вот такими фанерными ширмами. А в 1981 году Соединенные Штаты Америки запустили первый шаттл с траекторией опять-таки над Сары-Шаганом. В очередь с разведывательными спутниками. на высоте 365 километров в светлое время он пролетал над нашим лазерным полигоном. Испытания Терры проходили ночью. Все было скрыто завесой секретности. И не только от американцев. Возможно, когда-нибудь секреты раскроются, а пока то, что позволено. Разработки Басова, Крохина, Кормера были не единственными. По программе Омега, которую курировал академик Прохоров, был сделан сверхмощный лазер на неодимовом стекле для системы ПВО. В ЦКБ Астрофизика столь же успешно шли работы над созданием газовых лазеров, которые могли работать в непрерывном режиме в течение десятка секунд. Поэтому достижения мегаваттной мощности и продолжительности излучения потребовали гораздо более крупных установок, нежели это. В течение пяти лет объем лазера из кубического сантиметра вырос в тысячу раз. Настоящий гигант с прозаическим названием стенд 3D-01. Он был собран в ОКБ Радуга под Владимиром. Начались испытания. Это располагалось на лазерном полигоне с огромным количеством исследователей, работая велись крайне напряженно, буквально сутками. И это позволило получить рекордные значения мощности, которые до сих пор в мире на этом типе лазера газовых не достигнуты. Был проведен обширный цикл исследований по прохождению луча через атмосферу и его воздействию на различные преграды, фрагменты военной и космической техники. Казалось бы, вот оно всемогущество этого оружия. И вопрос, быть или не быть полноценной лазерной системе, ждал своего ответа. Пока в конце 70-х заметных успехов в программе противоракетной обороны не добились ракетчики. И министерство обороны принимает решение прекратить программу Терра-3. Много лет спустя Басов скажет, отрицательный результат это тоже результат, а лазеры мы продвинули здорово. именно эти работы позволили действительно, можно так сказать, распахать все поле лазерной физики. То есть уже после этих работ фактически уже ничего не появилось. Но все, что появилось новое, появилось именно тогда. Тогда, в самом начале лазерной эры, появились военные лазеры малой мощности. Например, установка для дистанционной химической разведки ДАЛЬ, созданная в ЦКБ Астрофизика. Она позволяла обнаруживать аэрозоли отравляющих веществ и точно определять координаты зоны заражения. В конце 60-х возникло и лазерное противодействие, подавление наиболее уязвимых элементов современной военной техники, прицелов, визиров, приборов ночного видения, устройств наведения. Так работал экспериментальный комплекс лазерного противодействия «Стилет-1». Один импульс и боевая машина становится слепой мишенью. Для воздействия на приемные устройства воздушных целей был создан и успешно испытан экспериментальный комплекс «Сангвин». А первым в мире встал на вооружение, конечно, лазер указка. Достаточно подсветить цель, и ракета сама наводится на точку. В 1983 году президент Рейган объявил о создании системы противоракетной обороны, способной защитить США от массивного ракетного ядерного удара. Однако боевые космические станции ожидала печальная участь. Они остались только в этих мультиках. Через 10 лет сои жестоко укоротили, списав миллиарды долларов, невзирая на то, что американские ученые уже сотворили свои йодные лазеры. Но энергетика их была в сотни раз ниже устройства Кормера конца 60-х. А мы продолжали исследование на полигоне. И к 13-му полету Челленджера, который по-прежнему крутился над Сарышаганом, министром обороны Дмитрием Устиновым был задан прямой вопрос. А почему к работе по шаттлу не привлечен экспериментальный лазерный комплекс? И вот 10 октября 1984 года под руководством главы астрофизики сына Устинова Николая Дмитриевича был проведен эксперимент. Челленджер сопроводили слабым лазерным лучом одного только локатора Л-1. Американцы тут же заявили протест, корабль потерял связь, засбоила аппаратура, но больше шаттл над нашим полигоном не появлялся. В то время это было, так сказать, на техническом уровне было сделано самое высокое. Самое высокое. И, конечно, в лазерной физике Россия была, или Советский Союз был очень передавал позиции. И все это понимали, признавали, что у нас все хорошо. Скоро началась перестройка. И сокращение финансирования всех программ по большим лазерам. И тогда, в 1987 году, была предпринята последняя отчаянная попытка вернуть внимание государства к военным лазерам. С космодрома Байконур с помощью ракеты «Энергия» готовился к запуску на орбиту макет лазерной космической станции «Полюс». Собирались на праздник, получились поминки. 15 мая из-за досадной электромеханической ошибки ракетчиков при попытке космического маневрирования полюс упал в Тихий океан. Случилась ужасная несправедливость, а время и возможности оказались не на нашей стороне. Следующий старт был бы непременно победный, так бывало не раз. И дело даже не в том, что по многим параметрам мы опережали американцев. Мы были убеждены в достижении мечты. И победа дело времени и удачи. Вот так уж точно сказать, что нельзя ничего сделать. Нельзя на сегодняшний день. Где это можно применить? Ну, я сейчас, наверное, не могу об этом рассуждать. Ну, в общем, есть. Есть задачи для мощных лазеров. Есть. Поживем, увидим. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok